Вроде взрослый мужчина уже, тебе нужно расти. Это всё равно, что рассказывать один и тот же анекдот перед каждым видео. Или ты думаешь, что это твоя фишка такая? Быть долба. Что за хрень, я только что посмотрел. А потом играйте на офе, а не на сирузе с таким, как этот. Голд, голд, нужно больше золота. Ты болен? Не играл 4 года. Спасибо, что всё распедалил. Дебил. Зачем споты сливаешь? Здравствуйте. Бывало ли у вас так? Вы сняли хорошее видео, потратили кучу времени на монтаж, вложили душу, но просмотров оно не набирает. Всё дело в том, что для набора просмотра осталось после публикации, ему надо не входить в стартовый толчок. Для этого отлично подходит сервер. Motherfucker kicks in life. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вил Ноу. И в этом видео я расскажу вам о том, как качественно голд фармить в новом, втором сезоне обновления 8.1, которое будет у нас 23 января. И, конечно же, скажу, что вам стоит пофармить к этому моменту дополнительно. А начнём как бы всегда с бое-фарма, ребяточки. Во-первых, что нам нужно помнить? Поскольку шмот апнется до 425 и левела максимальный, то и боешки тоже будут апаться не до 395, а до 425. Поэтому, если вам выпало, так выпало как следует, соответственно, если апнется, конечно, да. Неизвестно, будет ли это влиять на шанс апа, то есть будет ли чаще апаться, но посмотрим, как оно будет. Так что бое-фарм 8 на 8, как всегда, жив, учитывая как бы другие стабильные факторы голд фарма. Что касается именно изменений и добавлений нового рейда. Новый рейд, битва за Альянс, за Орду для каждого. Конечно, для каждой фракции у нас будет какая-то вот площадка для фарма, скажем так, в любом случае. То есть какое-то количество боссов мы убьём и найдём место, может даже не надо никого будет убивать, найдём место с каким-то приличным количеством мовов, достойным, с которых можно будет фармить боешки именно из рейда. Новые боешки из рейда, которые будут по уровню рейда. То есть обычного качества, то есть 385-е боешки, героические 400-е боешки и эпохальные 415-е боешки. И, конечно, все они шансом апнутся до 425-й. Это значит, что это вам стоит и сделать, дорогие друзья. Если вы не в курсе, то наверняка будет очень много в заранее собранных, в подземельях или в рейдах, или где угодно, возможно, в другом будут собираться такие фармы и, возможно, даже и я такие фармы на своих стримах пособираю. И будем чисто именно в ожидании вкусной боешки, выпада именно боешки. Шансы её, на самом деле, если, конечно, это будет возможно, то есть я предполагаю, что должно быть, а так неизвестно. Ну, в общем-то, в предыдущем рейде боешки были. И на старте это очень много принесёт золота, поэтому, ну, сумасшедшие деньги, как можете представить, допустим, пошли хотя бы просто в героическое качество каких-нибудь мобов гриндить, там, не знаю, в 5-10 человек пати, и вам выпадает 400-й предмет, и сами представляете, сколько он может стоить на аукционе, особенно если один из первых вариантов. Там очень большие суммы однозначно, поэтому этим займёмся, или вы займитесь однозначно, ещё посмотрим, будут ли они вообще, ну, должны быть. Что касаемо профессий. Что добавят нового в профессии, ребяточки? Ну, практически ничего. Ничего, но, как бы это, так или иначе, все добавления несут вкусные бонусы, как всегда нам, голдфармерам. Итак, с чего бы начать? Начнём, пожалуй, с начертания, да? Самого такого первого, что бросается в глаза, это, очевидно, вантийские руны. Вантийские руны будут для нового рейда, соответственно, и именно по этой причине это будет основным голдфармом для начертателей. То есть, крафтите вантийские руны, продавайте, ими будут пользоваться и покупать всякие professional mythical рейдеры, да? Затем, что у нас касается профессий, крафтящий шмот, такие как инженерка, кузнечка, партняшка, кожевничество, да? И ювелирка заодно, сверху, будет доступно крафтить какие-то, неизвестно какие, пвп-вещи, пвп-вещи 340-го качества. Что это значит? Понятия, ребяточки, не имею, но я так полагаю, и по прочитанному, что я нашёл информацию, можно будет крафтить вещи, которые крафтить раньше было нельзя. То есть, например, у некоторых профессий, так или иначе, не было двуручного какого-нибудь 340-го эпического качества. Они будут 340-го качества, так что сильно там не облизывайтесь. 340-го качества, новые предметы, такие, как я сказал, двуручный, например, молоток, силы, да, какие-то там кинжалы, не кинжалы, на ловкость на интеллект, которых там не было, кистевые, молотки. Короче, предметы, которых как бы и не было раньше, то есть они были там 325-ые, максимум крафтились, да? Ну, теперь, видимо, до конца добивают. Что такое за новые пвп-вп-ведметы, не могу представить. Видимо, трансмог какой-то или какие-то особые качества тоже их, наверное, будет покупать, как всегда, за почетные знаки. Вот, например, у Орды это вот здесь, собственно, вот здесь продаются за почетные знаки эти самые рецепты. И, как бы, это приятно. Это приятно, тоже по старту многие предметы будут пользоваться спросом, особенно, полагаю, двуручный молоток на силу. Бладыка и анхолики оценят такой контент, особенно те, у кого нет хорошего оружия, а это прям 340-й с пыл в жару. Можно будет хорошенечко на этом заголд фармить всем людям, которые крафтеры. И, конечно, у крафтеров добавляется еще также такой интересный момент. Крафт целых трех типов одежды, типа того, скажем так, да. То есть, например, взять кузнечное дело. Можно будет делать ремень и джинсы. Джинсы можно будет делать, да, на бедреннике. По какому принципу? То есть, появляется рецепт, который дает вам возможность крафтить 385-й ремень и 385-й джинсы. Вы, соответственно, их крафтите. И когда их крафтите, есть шанс, что получите еще один рецепт, который позволит вам крафтить уже не 385-й, а 400, ребяточки, сотые предметы. А при крафте 400-х предметов, шанс того, что будет крафтиться 415-й предмет. Именно не шанс, а шанс найти рецепт на крафт 415-го. То есть, и стоимость, конечно, здесь жесткая. Стоимость жесткая, то есть, надо будет много штормового серебра, платиновой руды. И это только, можно сказать, в кузнечке, да. В партняшке это, конечно, расшитый глубоководный шелк и просто глубоководный шелк. Так что, ну, а в коже там, как бы, кожа, прочная шкура. Так что, запасайтесь этими реагентами как следует, да. То есть, как всегда, вся руда, можно сказать, глубоководный именно шелк. Очень сильно запаситесь им. И запаситесь как следует качественно, всякими шкурами, да. Потому что они, естественно, вырастут в цене. Потому что эти предметы, естественно, продать будет нельзя. Они персональные при получении. То есть, крафтили только для себя. Такого и левела. Но наши профессионал-геймеры, они, конечно же, начнут мгновенно их крафтить. Прямо без остановки. Крафтить пока они не доберутся до максимального 415. А поскольку ценники тут, как бы, по ресурсам довольно-таки большие. Много надо будет именно крафтить им, чтобы найти этот рецепт. То они будут покупать огромное количество руды. Соответственно, ткани глубоководного шелка и прочных шкур. Штормовых чешу или шкур, по-моему, шкур там. Но это такое. Что касается добавления новых, добавления именно реагентов. Будет добавлено 2 реагента. И они просто-напросто заменят предыдущие 2 реагента. То есть, будет добавлен дыхание Бвонсабди. Это замечательная штука добывает с нового рейда, который выйдет в битву за Дозаллор. И она полностью заминает кровяную клетку, которая была в Ульдире у нас. При желании, каждая профессия научилась крафтить в обратную сторону. То есть, из-за дыхания Бвонсабди делать одну кровавую клетку. То есть, тупо обмен. Все профессии. Прям все доедены. Ну, кроме собирательных, естественно. И будет добавлено естество воды, кажется. Называется естество приливов. То есть, у нас было естество воды, а будет естество приливов. И поэтому естество приливов тоже можно будет на естество воды менять. Если вдруг хотите что-то из прошлого, немножко контента уже скрафтить. Соответственно, поэтому придется фармить все-таки новые подземелья. Все это будет падать в обычках, в героиках, в опахалочках. Да, как всегда. Такие вот изменения. Что касается наших многожаемых травников. И понравится ли им чем-то заниматься вкусным. Конечно, конечно вам надо этим заниматься, ребят. Поэтому собирайте абсолютно всю траву. Абсолютно всю траву. Потому что, конечно же, на выходе аддона, нового, точнее патча, выдумал патча, 23 января, огромное количество людей начнут возвращаться в игру. И, помимо прочего, еще миллиард мифик рейдеров начнут жестко покупать фласки или траву для них. Поэтому она тоже вырастет в цене. Поэтому сейчас вот сколько осталось деньков до 23-го. 5 вот вроде деньков, да. Жестко сели и начали гриндонить и ожидать 23-го. А 23-я прям за миллион просто голды выставляете. Прям с утра. И наслаждаетесь. И наслаждаетесь. Потому что 23-й как раз среда, дело РТ. Идеальный день для продажи всего. Абсолютно всего. Это, ребят, хорошо. Это хорошо. Вроде рассказал про все голфармерские нововведения. Поэтому фармим, запасаемся к выходу 23-го числа. И, естественно, в протяжении какого-то количества времени тоже будут цены поднятыми. Может быть, в течение месяца будут довольно-таки хорошо увеличенными. А там посмотрим. Мало ли, все хорошо запасутся. И ничего особо не произойдет благодаря многоважаемым демперам. Что касается демперов. Ребяточки, дорогие мои демперы и люди, которые, ну, очень прямо сейчас хотят продать какой-то предмет. Но он не продается уже второй день. И, ух, я так хочу эти деньги. Ребят, не надо этим заниматься. Будьте благоразумны. Потому что можно снижать цену предыдущей ставки всего на одну медную. И ваша цена будет выше. Чтобы вы более подробно понимали, о чем я говорю, я прямо сейчас вам и продемонстрирую, о чем я, соответственно, говорю. То есть, к примеру, захотели вы продать, ну, я не знаю, штормовое серебро. Давайте вот штормовое серебро, руда штормового серебра. Вы захотели бы его продать? У вас есть 200 штук. Видите ее стоимость? Она уже неплохо стоит. И, допустим, вы находите какое-то, ну, 200 набираете и хотите продать. Вам не нужно демпить на миллиард просто серебряных. Выставляете просто, к примеру, хотя бы последний адекватно выставленный 200 стопку, выставляете и демпите на одну медную. С помощью вот такого же аддона и аукцинатора. Или если человек какой-то другой будет просто искать и поставит сортировку по цене, именно какая самая маленькая цена, ваша ставка будет выставлена первее ставки оппонента, под которым вы поставили. Но всего на одну медную. Всего. Это, казалось бы, что такое разница в цене? Да не в этом дело. Дело в том, что она будет просто перевее стоять, и вас купят этот предмет. Если уже у вас не покупают какие-то боешки или маунта, не нужно заниматься демпингом. Там, допустим, стоит предмет за 30 тысяч. И вы такие, ну, кто будет покупать этот предмет за 30 тысяч? Выставлю-ка я его за 20. Они по-любому быстрее купят, по-любому. Они увидят разницу и сразу поймут, нет, ребята, нет. Не произойдет этого, дорогие мои. Этого не произойдет. Если вы просто поставите ее не за 30, как у оппонента, да, а за 29,999,99, она опять же будет выгоднее на целую одну медную, чем у оппонента ее купят. А, ребяточки, они покупают. Людям это интересно. И просто надо дождаться своего покупателя в случае таких вот лотов, как, например, маунты или боешки, которые вы не можете продать. Просто ждите. Если вы просто задемпите цену, вы не только потеряете деньги. Можно сказать, что если у вас покупают предмет, вы можете, когда вы задемпили, вы можете смело понимать, что вы просто потеряли все задемпленные деньги, потому что ее вы так и так купили. Так и так. Но вы получили гораздо больше в зависимости от своей задемпленной цены. Поэтому будьте благоразумны и занимайтесь нормальным голдфармом. С вами был, ребяточки, Evil Know. Надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно расскажите всем своим друзьям. А также какие-то оставите свои комментарии внизу. Ждите. Следующий видос будет уже про то, как у нас одеваться после 23-го числа и другие всякие изменения, связанные с подземельями, рейдами и азеритовыми доспехами и всякой такой вознёй. Может, очень скоро это видео выйдет уже через день. Может, уже на следующий день выйдет. Выпущу обязательно для вас, а расскажу всё как надо. Обязательно приходите на стримы с 12 до 15 и с 18 до 22 по московскому времени. Я вас жду. Вместе по голдфармам, повеселимся, пострадаем всякими хулигансками и, конечно же, шуау.